всем привет с вами марина и вы на канале обо всем не только не только вязание на и покупка давайте расскажу за полторы за полторы недели что же я делала и куда пропала у меня та неделя была очень насыщенная как вы сами прекрасно помните что почти каждый день у меня были видео но у меня скопилось достаточно большое количество их и я решил опустить сразу вход всю свою артиллерию потому что у меня как раз там накопились те видео которые надо было уже выпустить и которые могли вам в дальнейшем на пригодится особенно с новогодними подарками которые мы собирали с мамой до покупочки также джемпер которая связала надо было отдавать конечно все это сумбурно быстро-быстро но надеюсь что вам информация там было полезно и вот сегодня давайте покажу сейчас как раз за спиной у меня висит венок он сделан из березовых веток все очень легко и быстро я конечно не записывал на камеры но принципа понятия по кольцу вы веточки березовые складывать так чтобы они формировали круг красивый и также декор основной был взят из магазина фикс прайс там продавая продавались по крайней мере в нашем городе еще венки я этого веночка весь его разобрала отрезала и вот приклеил на горячий клей вот таким образом мне это и повесила на ленточку не эта идея очень давно 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 до снилась я в пинтерест очень давно смотрела такие вот идейки создание именно вентков рождественских или просто венков на дверь или же на стенку и давно загорелась этой мечтой и вот наконец-то мне она свершилась он скоро поедет к нам в дом также еще сделала я декор для бутылки сейчас покажу бутылки шампанского или бутылки из чего тоже скоро выйдет вы видео как я их делаю принципе здесь такого сложного ничего нет тоже весь декор был взят из магазина фикс прайс то есть все веточки которые там были куплены они пошли на это дело также сделали четыре подсвечника вот такие вот тоже были взяты все из магазина фикс прайс также и свечки но эти чурочки они были напилены специально для этого проекта но это такая основная не основная моя работа просто чисто для души чтобы можно было что-то еще отличие немножко собраться с мыслями и давайте расскажу про свои три проекта но один я продвигаю очень хорошо и сильно а вторые два пока у меня заморожены лежат давайте про первое расскажу который самым близкому ко мне помните я вам показан на днях свою французскую кофточку ну что-то мне не сложилось и я ее распустила распустила до того момент как я вывязала росток и теперь я вижу просто лицевой гладь без всяких узоров захотелось мне связать такую кофточку да ну вот видим просто лицевая гладь но только только на регланной линии ажурные оставила их решила попробовать почему нет и вот вижу ее чуть-чуть провязала это буквально на той неделе по моему вязала я но принципе не очень много продвинулась вижу из лизы конечно отсвечивает белый цвет вижу и залезы лана gold 800 белого цвета 100 граммах 800 метров до как вы все прекрасно знаете это полушерсть вяжу спицами четверкой мне нравится что получается полотно красивая но пока еще не доходят до нее руки второй проект у меня тогда от белого до к черному это мужская шапка связана из алисея baby wool в две ниточки в таким красивым теневым узором вязала на двойке резинку один на один и теневой вот такой узор увидела в instagram мне понравилось и решила попробовать тоже я его пока это буквально за два дня за два вечера вот связала до вяжется принципе несложно быстро нужно нужно мне померить вижу для мужа нужно на нем померить посмотреть как сидит если это большева то получается да по резиночке я могу распустить и принципе сделать вижу в две ниточки сказала да и вот как раз таки сейчас покажу мой самый самый основной проект это заказ очередной вижу кофту надо на большой размер надеюсь что получится у меня пряжа ализе baby wool всем конечно известная такого красивого цвета на камеру он принципе чуть-чуть светлит потому что все такими искусственный свет так этот номер цвета 672 50 грамм 175 метров 40 процентов шерсть 40 процентов акрил и 20 процентов бамбук нравится очень нравится это пряжа моей заказчица она уже заказывает третью кофту то вязала для . для нее и для теперь мы вижу для мамы это чистый эксперимент так надеюсь что вот вам видно вот вот такая красота у меня получается по передней части как вы видите узор сотый с добавлением шишечек жгутиков по планку мне цель навязанная в планке мне и тут дырочки вот такая вот здесь у меня вывязана вытачки честно первый раз связала вытачки и померила на маме так как почти одинаковый размер телосложения и все идеально села я честно и даже не ожидала вытачки у меня вот видно да вот тут шовчик у меня такой небольшой вот она при бабочки не при бабочки а укороченные ряды вытачки вязала по описанию ли мастер-классу ирины шаргула я там потому что я смотрела несколько девочек мастерицы у них тоже как достаточно хорошая информация про вытачки ну вот я остановилась на ирине шаргула я разница у меня с передом и спинкой у заказчицы до 5 сантиметров и я как раз таки эти 5 сантиметров вывязала теперь буду идти спинку вязать спинку полочки уже буду ориентироваться на это все так рассказываю по спице горловинку вязала спицами троечкой набирала петельки 128 петелек набирала у меня 9 петелек идут на планку и все остальные у меня идут на горловинку 110 петелек потом разделила я на рукавчики на полочки и да как вы видите у меня узор такой сотый у соты и вообще все переплетения они имеют свойство сжимать правильно и для этого я высчитал разницу у меня получился 18 петелек эти 18 петель и прибавил на одну полочку и на вторую полочку вот у меня чуть-чуть такой небольшой получился как бы излишек да но дальше он идет не виден совершенно потому что все таки полотно стянулась и она взяла эти 18 петелек в себя и я довольна тем что все таки дошла до этой идеи до этой мысли да также здесь вывину вывязан росток росток мне 7 сантиметров не сказала до тройка вязала горловинку и дальше вяжут спицами 375 вот уже по перешла на подреза подреза у меня 10 сантиметров подреза у меня 10 петелек и вот дальше я буду вязать вниз изделия 74 сантиметра мне необходимо провязать то не за изделие это буквально я начала вязать в понедельник сейчас у нас 25 декабря то есть за пять за четыре дня потому что сегодня в пятницу еще пока не вязала на четыре дня и достаточно хорошо продвинулась это мне основной проект потому что желательно мне довязать его до 12 января надеюсь что я успею но если нет ну что делать теперь расскажу про ниточки да ниточки я заказывала и в магазине в магазине вязаный рф очень быстро доставка буквально за три дня ссылочку обязательно оставлю внизу под видео также на распаковочку двух моих посылочек тоже оставлю внизу под видео проходите посмотрите очень хорошая палитра быстро действительно доставка очень мне она нравилась также про эту кофточку я хочу снять несколько видео как первую часть вот как раз до подрезов до первую часть у меня скоро выйдет я вам расскажу сколько набирала что делала как рассчитывала тоже как обычно я люблю делать с цифрами надеюсь что она вам понравится также хочу вместе с вами провязать узор он принципе не сложный вяжется и запоминается быстрым достаточно да также хочу с вами провязать вытачку но вытачку я наверное чуть-чуть там вам поменяю местами и немножко расскажу потом так и также хочу показать как я вывязываю отверстие для пуговки ну наверное все что могла рассказать про эту кофточку уже снимаю части и надеюсь что в ближайшее время это мне все выйдет мало ли может быть кому-то будет интересно конечно понимаю что сейчас новогодние праздники и увязальщиц сейчас такая пора что или вяжут или же подготавливаться к празднованию нового года но может быть кому-то в дальнейшем эта информация пригодится но еще в конце хочу вас поздравить с наступающим новым годом пожелать вам всего самого хорошего главное здоровья для вас и ваших близких также творческих успехов и всего самого наилучшего на этом наверное говорю все это наверное у меня самый последний визуальный влог в этом этом году следующем году конечно мы с вами встретимся и или даже раньше кто знает как пойдет у меня да а также покажу вам все свои продвижения по этой кофточкой обязательно или же если я успею дону но навряд ли до нового года я успею в общем мы с вами встретимся в следующем году будет надеюсь что год очень продуктивный положительный спасибо большое что вы были со мной до новых встреч пока и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok